Профессионалов и любителей спорта в 80-й раз объединила эстафета газеты «Советская Чувашия». За кубки и медали боролись команды учебных заведений, органов власти, организаций и средств массовой информации. Я желаю вам тоже почувствовать, именно на эстафете проявляется командный труд. Самая трудная команда. Пусть победили. Остальные будут стремиться к победам. Первый старт состоялся в сентябре 1932 года. Тогда на Красной площади Чебоксар соревновались 31 мужчина и 7 женщин. В военное время забег не проводился. Несколько раз эстафету отменяли из-за плохой погоды. К слову, довольно часто в день приведения то и дело накрапывал дождь. Но юбилейному забегу погода благоприятствовала. И уже по современной традиции спортивный праздник открыл забег руководителей. Добрый путь. Казина «Советская Чувашия» в 50-й. Легонетический праздник открывает участники первого стата. Забег возглавляет. Глава Чувашкин, Владимир Васильевич Игнатьев. Мы фестивали про лесы проводим ежегодно. А весы ходят в 82-м раз. Конечно, это вообще спортивный и мощный праздник, хочу сказать. Без компромиссов, борьба за первую, вторую позицию. Никто не хочет, чтобы у вас был в руках. В памяти Андрея Горькова Николаев. Он писал золотыми буквами, золотой страницей об истории народа Чуваши. Давайте, давайте, одержим девчонок и мальчик. Мира. И мы, молодая девчонка, продолжаем эти добрые дела. Это спортивное мероприятие, единственное в Чувашии со столь богатой историей. Каждый год в нее вписывают новые имена победителей. При этом в районах прошли отборочные забеги. И в Чебоксары приехали сильнейшие представители. Поэтому у наших коллег-телевизионщиков подобрались к серьезной сопернике городских и районных СМИ. Пока другие праздники рванутся и передать палочку моему коллеге Валерию Рюзникову. Он у нас оператор. Третий этап у нас будет Татьяна Ионтьева. С первых метров дистанции они вышли в отрыв в компании журналистов «Цивильского вестника». Лидируя на протяжении всей дистанции, первыми к финишу пришли сотрудники национального телевидения. А коллеги-радийщики заняли третье место. Которые больше чем бежали, минут 40 раз гнались, бегали, прыгали, застегивались, переживали. К этой победе журналисты НТРК шли последовательно. В позапрошлом году были третьими, в прошлом – вторыми. В этом, наконец, покорили верхнюю ступень пьедестала. Поздравления и призы победители принимали от генерального партнера забега компании «Мегафон». Почувствовать себя победителем вообще сегодня мог каждый в стилизованной фотозоне. Сегодня самые активные, самые спортивные, самые быстрые собрались на Олимпийском стадионе. Мы с радостью поддержали данное мероприятие, потому что скорость важна не только в эстафетах, но и скорость важна в мобильном интернете. Особенно, когда он безлимитный, как у компании «Мегафон». Подарки от компании «Мегафон» сегодня получат победители семейных команд, основных групп. Мы также приглашаем всех на нашу мобильную фотозону, для того, чтобы можно было сфотографироваться, сделать селфи, выложить в интернет и получить подарки от компании «Мегафон». Сверх скорости в достижении поставленных целей развивали участники семейных эстафет. Ивановы бежали дважды в обеих возрастных категориях и столько же раз оказались на пьедестале почета, причем на самой верхней ступени. По статистике, около 42% жителей республики ведут здоровый образ жизни. И статус Чувашии, как одного из самых спортивных регионов страны, крепнет из года в год. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.